Добрый день, уважаемые зрители! Начинаем наш семинар «Безиндикаторный анализ основных валютных пар». С вами Кирилл Рудович, менеджер-преподаватель официального партнера Alpari в городе Минске. Для тех, кто нас смотрит онлайн, я напоминаю, что есть у вас возможность задавать свои вопросы в чат. Пишите, спрашивайте, что хотите уточнить. Вижу все ваши вопросы, стараюсь на них сразу отвечать, как только появляется. Для того, чтобы у вас была такая возможность писать чат, вам надо авторизоваться в личном кабинете. Логин и пароль вводите на сайте alpari.ru и сможете общаться в чате с преподавателями не только со мной, но и с моими коллегами. Плюс ко всему, для тех, кто впервые нас включил, я напомню, что проводим мы анализ основных валютных пар. Проводим мы этот анализ без использования индикаторов по торговой системе, которая рассматривает уровень поддержки и сопротивления и также учитывает поведение цены. Если у вас еще личного кабинета нет, для того, чтобы общаться в чате, можете его зарегистрировать. Займет у вас буквально 2 минуты, после чего сможете уже полноценно общаться, работать и, собственно, вовлекаться в процесс. Что ж, давайте тогда приступим к анализу. Как обычно, кратенько мы смотрим сначала календарь событий. Я, собственно, смотрю на данном сайте календарь, потому что мне так больше нравится. То есть более удобный календарь. Вы можете смотреть, в принципе, где угодно, что мы видим на текущий момент. По фунту новости уже отработали, отошли. Ближайше, что нас ждет, 16.30. Это открытие американской сессии, это новости по Канаде, это новости по США. Да, статистики довольно много, поэтому надо быть внимательными, осторожными, потому что может быть какие-либо движения, причем движения достаточно сильные. Также в 18.00 продолжится статистика по Канаде. Сегодня у них в основном акцент делается на монетарной политике, ставка через ночь. Также может быть влияние на Канаде не только нефть, но и макроэкономика, собственно, также влияет на состояние экономики и на валютный курс канадского доллара в целом. И также на 18.30 у нас, скажем, внимание, запасы нефти. Будьте внимательны, будьте осторожны. Как правило, влияет это на очень многие валюты. И, наверное, сегодня, ввиду такой вот огромной глобальности, это влияет абсолютно на все страны, то есть затрагивает всю страну. То есть каждую страну в мире, в принципе, это все дело затрагивает. Что ж, давайте посмотрим, что сейчас по теханализу, по новостям определились. До 16.30 можно посмотреть какие-то идеи технические, а дальше уже координировать их с выходом экономики, с выходом статистики. Итак, что у нас, собственно, есть? То есть заметьте вы, что я уже перешел на счет стандарт. Для чего это? Для работы с нефтью. Касаемо евро-доллара. Я думаю, что снижение по евро-доллару сейчас продолжится. И, в принципе, самое время поискать какие-либо моменты для входа. Попробуем, собственно, зайти сейчас отложкой. То есть я надеюсь, что отложку нашу... Так, еще сделок не было. Надеюсь, что нашу отложку заберут. То есть на небольшом откате ближайшем мы попробуем зайти от уровня. То есть я думаю, что продолжается движение. Как вы видите, собственно, с утра евро разгоняли кверху, разгоняли, разгоняли. И, по сути, началось, собственно, движение вниз. По целям здесь был небольшой маленький уровень 1.09. Я думаю, что сейчас цена откатит, заберет наш ордер. И можно будет ждать дальше дальнейшие продажи. Можно ожидать дальнейшего движения. По целям, собственно, первое цельное движение у нас будет 1.0860. Это самая первая будет цель. А дальше вполне можно ожидать евро на уровне 1.08. То есть очень вероятный момент. И вполне себе может все быть. Вот открылся у нас, собственно, ордер. То есть остается нам сейчас поискать место для стопа. Хотя, в принципе, место оно видно, оно очевидно. То есть мы поставим на прошлом уровне. В пунктах это не очень много. Но зато, что называется, надежно. Вот, что ждем дальнейшего движения, развития событий. По целям, пока, скажем, бросово, это будет вот наша цель. На самом уровне мы заезжать не будем. А дальше будем корректировать по ходу развития ситуации, по ходу развития событий. То есть по евро-доллару пока такие мысли. Я думаю, что продолжим мы снижаться, продолжим мы двигаться вниз. Хотя, как бы, есть и другие варианты. Но я думаю, что все-таки пока мы взяли тонус на движение вниз. Что дальше? В глобальной перспективе по евро достаточно сложно судить. То есть будет там паритет, не будет. Но можно сказать одно, что доллар, в принципе, будет укрепляться. Он и ко всем валютам укрепляется. Последняя неделя, начало года, в принципе, евро, оно и проводит в таком боковике, в боковой консолидации, как мы видим, о каком-то сильном, скажем, продолжительном движении, пока речи не идет. То есть поэтому надо ориентироваться на работу в боковике, на ориентироваться на небольшие движения и стараться торговать, в принципе, внутри дня. То есть таких глобальных движений, по крайней мере, в ближайшей перспективе я не вижу. Так что по евро пока такие мысли, пока такие идеи. Дальше идем, смотрим доллар, швейцарский франк. Что у нас по франку? По сути, франк подошел к верхней границе, но начинают откатываться. Как мы знаем, евро, доллар и франк, они торгуются в обратной корреляции. Если евро идет наверх, то франк, собственно, движется внизу. Так, Арсений пишет комментарий, евро может к 1,0950 подойти. Может подойти, но, в принципе, я не рассматриваю пока такой вариант. Рассматриваю на дальнейшее снижение. То есть, ну, варианты любые могут быть. Могут быть и движения, и выше. То есть, ну, пока же все-таки больше склоняюсь именно к продолжению нисходящего движения. По франку то же самое. То есть аналогично мы ждем выхода наверх. Единственное, что по франку пока явных подтверждений, да, на движение наверх нет. То есть, возможно, чуть попозже появится. Поэтому спешить не будем. По франку, если кому-то, кто-то пожелает, собственно, открыть сделок, надо дождаться выхода за текущий уровень. И уже от уровня уровень 1,0031, да, 1,0030. И дальше, собственно, от этого уровня уже можно будет заходить в покупки, можно будет, собственно, двигаться наверх. Так, вижу, пошли сомнения. Дмитрий также поддерживает 1,0950. Что ж, давайте посмотрим, что это за 1,0950. Почему, собственно, к нему должна цена пойти, я, если честно, не понимаю. То есть, возможно, я ошибаюсь. То есть, может быть, но я пока придерживаюсь своего мнения, пока придерживаюсь своих взглядов. Да, в любом случае, вы всегда. Последнее решение за вами, да, я ни в коем случае, наоборот, не советую копировать мои сделки, не советую заходить в сделки. Да, то есть, почему? Потому что не всегда есть, я, вернее, во время сделок, иногда их могу поменять, скорректировать, собственно, чего не могу всегда вам в онлайн-режиме сообщить. Да, поэтому лучше поосторожнее, либо уже из расчетом, собственно, со всеми отсюда вытекающими, что называется. Вот. Ну, насчет 1,0950. Хорошая поддержка. Она хорошая была, но ее, в принципе, прошивали уже неоднократно. Да, то есть, насчет того, что в какой-то момент она была поддержкой, возможно, в текущий момент она уже не является. То есть, если цена раньше от нее отскакивала, нет абсолютно никаких гарантий того, что она и в этот раз отобьется, да, от этого уровня. То есть, поддержка, она определяется не тем, что там цена в истории ходила, а тем, есть ли там действительно какая-то сила на текущий момент, которая способна удержать всю цену, да, удержать все заявки и развернуть их в другую сторону. Вот это и можно считать поддержкой. А то, что, скажем, в какой-то области цена раньше разворачивалась, то есть, возможно, на тот момент она и была поддержкой. Ну, это лично мое мнение, мои мысли. Можете, конечно же, с ними не согласиться. Так что по Швейцарству, если кто-то планирует сделки, я думаю, что покупки не раньше, когда цена преодолеет текущий уровень, не раньше, пока она выберется за этот уровень. Давайте дальше посмотрим, что у нас здесь сейчас идет по фунт-доллар, да. По фунту, собственно, вчера были продажи, по фунту, единственное, что я уже не перезаходил, да, то есть, очень упустил хорошее, мощное движение. Вчера мог сорвать курс, но, увы, не сорвал, да. Вот, хотя я и собирался перезайти, в общем, не получилось. Ну, просто-напросто не получилось перезайти, хотя движение было взято практически с самого верха. Вот, ну, я думаю, что выводы я сделал, да, то есть, что мне помешало, какие моменты, и есть в следующий раз предоставится такой шанс. Если он, конечно, предоставится, то я постараюсь выжать из движения по максимуму, естественно, вы об этом узнаете, либо увидите, да, то есть, когда все это будет. Что сейчас по фунту можно сказать, можно предположить? По фунту пока ситуация, если честно, не совсем ясна. После вчерашнего движения цена вошла в боковик, вошла в консолидацию каких-либо, скажем, продолжений движения, пока, я думаю, что говорить рано, да, то есть, тот же боковик можете для себя выделить на графике, то есть, тут конкретно точно мы не выделяем, выделяем, скажем, в общем, зоны, да, а, собственно, от этих зон мы и будем дальше работать. То есть, пока цена находится между уровнями, естественно, работать, собственно, я бы не советовал. Единственное, что здесь допустимы небольшие скальперские сделки, да, то есть, что это за сделки, возможно, я в следующем раз и дополню. То есть, сам весь курс, который называется торговля по уровню поддержки сопротивления, возможно, добавим элементами небольшого скальпинга, да, то есть, в некоторых моментах работает, работает очень здорово, поэтому, собственно, почему бы и не включить. Ну, а если мы торгуем уж, скажем, хотя бы на три дня позиционно, да, то есть, тогда лучше подождать выхода цены из этого боковика, то есть, как только цена определится с направлением, тогда можно будет уже, собственно, и заходить в позиции. Я же придерживаюсь момента, вернее, того, что цена продолжит свое снижение, то есть, продолжит еще вниз, да, то есть, как только нарисуется сценарий на продажу подтверждения, тогда и будем заходить. Но пока, пока я напомню, что пока цена находится в боковом движении, рано говорить, делать какие-то выводы, рано, собственно, о чем-то еще говорить, что-то предпринимать. Вот, чуть большие таймфреймы посмотрим, чуть крупные, то есть, как видите, такие моменты уже повторялись неоднократно, да, то есть, движение, торговка, движение, торговка, движение, торговка. Вот, так что, думаю, что по фунту тоже можно будет искать, собственно, продажи, но пока еще рановато, да, то есть, это не значит, что надо срочно все закрывать сделки, переворачиваться и так далее. То есть, надо осторожнее торговать и смотреть, когда действительно появляются сигналы, но не более того. Так что, пока по фунту такая идея, да, то есть, ждем, ждем, пока цена определится направлением, пока выйдет из этого бокового движения. Как только выйдет, тогда можем уже принимать какие-либо действия. Дальше. Доллар и иена. Что у нас по доллару и иене? По доллару и иене тоже ситуация достаточно неопределенная, да, то есть, ну, как неопределенная, то есть, цена вчера, в принципе, дошла, можно сказать, до цели, до которой предполагал я, да, что может быть разворот, но немножко не дошла до самой цели, то есть, до нашего уровня здесь 109, 118, ну, 118.20 примерно, да, дошла она аккурат почти до 118 и дальше последовало движение вниз, последовало укрепление иены. Что можно сейчас сказать? Пока насчет того, что снижение закончилось, еще точно говорить не могу, возможно, будет небольшое продолжение, но я думаю, что есть смысл поискать, поискать какие-то позитивные движения в плане того, чтобы взять иену в рост, да, но пока у нас не появятся, скажем, веские аргументы для этого входа, я думаю, что лучше так не делать, да. На текущий момент ситуация не совсем понятна и лучше ее иену вообще не трогать, в принципе. Вот Арсений пишет, иену рихорадит, да, то есть, на самом деле, достаточно сложновато сейчас ее торговать, потому что торгуется со своими идеями и может бросаться с одной стороны в другую, так что какой-то спокойной торговли можно забыть. То есть, если какие-то небольшие сделки коротенькие делают, там, опять же, те же скальперские, то может быть, да, если что-то более-менее, там, от одного часа и дольше, тогда уже надо, собственно, или очень тонко заходить и постоянно наблюдать за позицией, либо же, ну, быть готовым, да, несколько раз перезайти в позицию. То есть, такие варианты тоже случаются, поение, по крайней мере, в последний момент. Дальше, что у нас идет? По австралийцу, давайте посмотрим, что у нас по австралийскому доллару происходит. Австралийский доллар тоже нашел пока, скажем, небольшую поддержку локальную, 68,40 уровень, и от этого уровня, можно сказать, торгуется, да, то есть, говорить о том, что сейчас будет с этого уровня разворот, я бы не советовал, вероятнее всего, также продолжить свое снижение. Единственное, что надо дождаться времени, возможно, это будет на выходе новостей, либо после новостей, которые в 16.30 выйдут, напомню, по США в 16.30, плюс еще добавка в 18.00, если я не ошибаюсь, смотрели мы в начале нашего обзора календарь. Вот, что сейчас можно предположить, да, то есть, посмотрим дневной график, то картина, конечно, и снатость. Вероятность продолжения снижения намного больше, нежели перелом тренда, нежели разворот, поэтому лучше все-таки ориентироваться именно на продажи по австралийцу, и от этого уровня, да, использовать его именно как точку входа 0.6840, но на продажу, то есть, когда цена уйдет ниже данного уровня, можно, собственно, дождаться отката, дожидаемся отката, и тогда пробуем заходить в продажи по австралийцу, да, то есть, я сомневаюсь, что последует какой-то сильный откат наверх, да, ну, в худшем случае, скажем, да, то есть, вот тут у нас сложный пробой уровня, в худшем случае может быть небольшой откат до прошлого уровня, и дальше будем снижаться. Ну, придется в случае чего просто-напросто еще раз перезайти в позицию. Если говорить среднесрочно, я думаю, что по австралийцу будет снижение, причем снижение еще достаточно сильно, как бы мы до 0.6 не сходили, да, то есть, все на это указывает, и все, скажем, к этому и идет. Ну, опять же, забегать вперед не будем, нарисуется сигнал, заходим в позицию. Если нет сигнала, значит, нет, просто ожидаем. Дальше идем по новозеландцу, то есть, сосед австралийца, да, раньше они, конечно, лучше дружили, ну, дружили в кавычках, я говорю, да, я имею в виду по поводу корреляции этих двух валют. Сейчас немного тут каждый сам за себя, но в целом можно смотреть, как там поживает регион, и ориентироваться на этот момент, да. Помню, по новозеландцу были мысли, что с 0.65 уже будет разворот. Разворота не было, был небольшой откат, и продолжаем снижение, поэтому, я думаю, такая же судьба ждет и новозеландский доллар, как и австралийский доллар. Да, я думаю, что продолжим мы снижаться, причем обратите внимание, что тут 0.63, и австралийский доллар примерно тоже стоит 0.68, да, то есть, ну, возможно, что придут они один к одному, когда австралийский доллар будет стоить столько же, сколько и новозеландский. Ну, ладно, сейчас речь не об этом, сейчас речь о том, как нам использовать данное снижение себя во благо, то есть, немножко заработать, да, ну, либо множко, кто на сколько, кто на что гораст, кто сколько хочет, да. Вот, давайте посмотрим, на, может, на меньших таймфреймах зайдем, пока вот эти вот расторговки меня немножко смущают, возможно, что от них попробует цена откатиться чуть выше и дальше продолжить движение свое нисходящее, но на текущий момент по входу, да, точек входа нету, то есть, сигналов на вход каких-либо нет, и советую дождаться более конкретной ситуации, то есть, ну, по крайней мере, сегодня, возможно, ближе к вечеру что-то и появится, по крайней мере, на завтрашний день, на сегодняшний день, я думаю, что, ну, хороший вход мы уже упустили, да, а догонять просто цену, заходить, ну, там, где этого делать не стоит, лучше так не делать, поэтому по новозеландскому доллару, я считаю, что пока-пока мы его пропустим, да, то есть, не будем мы ничего здесь придумывать, сочинять, пусть торгуются все, где торгуются. Так, канадский доллар, так, зайдем мы сейчас, чуть меньше таймфрейм, посмотрим, что происходит по канадскому доллару, происходит пока, собственно, то, что, скажем, не предполагалось, да, дальнейший рост, вот, единственное, напомню, что сегодня, да, то есть, очень много статистики будет по канадцу, в принципе, кстати, ну, был достаточно хороший сигнал по канадцу вчера зайти в ванги, но, увы, не получилось, да, то есть, по канадцу, видите, внимание, 16.30 плюс 18.00 по поводу монетарной политики, вот Арсений также подсказывает в комментариях, я думаю, что, ну, я соглашусь, да, во мнениях должен, собственно, пойти, по крайней мере, может быть немножко другой сценарий, возможно, собственно, дернется мало сниз, да, и дальше пойдет вверх, то есть, такой сценарий вполне себе вероятен, так что нам можно будет ожидать. В любом случае, я всегда советую перед выходом крепких сильных новостей лучше не торговать, этот вариант, а, собственно, ждать, когда цена успокоится и принимать уже решение после того, когда новости вышли, когда рынок на них отреагирует, потому что на самом импульсе достаточно сложно сориентироваться, даже если вы попали в нужную сторону, то, вероятнее всего, не успеете вы правильно закрыться, да, либо же, возможно, ну, другие причины, да, то есть, в которые не дадут заработать. Поэтому на новостях надо торговать внимательно, очень и осторожно. Лучше всего избегать торговли на новостях, тем более, что, ну, по крайней мере, не только на новостях, и на волатильных моментах лучше торговать на спокойном рынке и выжидать моменты для входа, то есть, правильные моменты, они вам обеспечат больше прибыли, нежели какие-то там 2-3 сделки на дикой волатильности, да, то есть, они могут принести вам большой профит, но в то же время, одна такая сделка и, что называется, очень много потом проблем. По канадцу пока воздержимся, да, от каких-то комментариев. Единственное, могу сказать, что вполне возможно, что будет на новостях движение вниз, и дальше уже с откат продолжит, восходящее движение продолжит расти, да, то есть, на фоне, скажем, снижающейся нефти, вряд ли там канадский банк что-либо придумает для того, чтобы сбодрить валюту, придать ей большего веса, да, навряд ли, скорее всего, наоборот, чтобы не так болезненно было падение, примут какие-либо другие меры, а не будут, что называется, мучать эту валюту, свою валюту, да. Вот, дальше идем, поэтому по канадцу пока конкретных рекомендаций нет, предположение, что откатимся вниз, и возможно, возможно, с уровня где-то 45-60 можно попробовать будет зайти в покупки, но не раньше этого момента. Дальше, по серебру. Что у нас здесь по серебру? Серебром сегодня не следил, поднялись мы, конечно, повыше уровня, 14-10 практически был, что можно сейчас предположить, чего предполагать, скажем, нельзя, да. То есть ситуация, на самом деле, пока сложновато, я думаю, что в ближайшее время надо ждать отката, да, то есть надо ждать снижения, вот. Поэтому пока какие-либо сделки, я думаю, что мы тут совершать по серебру не будем, хотя напомню, что на текущей неделе было два просто замечательных, можно сказать, подарочных момента для входа, но, увы, я не использовал ни один из них, поэтому, к сожалению, ну, такой вот результат. Так что по серебру высиживаем в засаде, высматриваем, да, то есть еще, возможно, еще будут такие подарки, и уже на основании их будем совершать какие-либо сделки. Так что пока что по серебру воздержимся тоже от каких-либо осуждений, мнений, хотя бы серебро и подрастает, но все это довольно-таки нестабильно. Дальше по золоту, да, то есть золото, напомню, было у нас в боковике, сегодня из этого боковика золото выпрыгнуло, старается двигаться наверх, да, то есть пробует продолжить свое восходящее движение, что можно сказать по этому поводу, да, то есть сигнал на вход, в принципе, на лонг у нас был, можно было, собственно, от уровня и заходить на ретесте, да, то есть всем, наверное, покажу, как выглядят ретесты, что это такое, да, то есть, вот, собственно, здесь можно было заходить. Единственное, что не следил я за котировками по золоту, поэтому сделок и не было, да, хотя, в принципе, по системе все это дело у нас и просматривалось. Что сейчас можно сказать по золоту, куда оно стремится, да, то есть к каким вершинам и где можно ожидать, в принципе, золота. Ну, по золоту, я думаю, что можно ожидать обновления текущего максимума, то есть 11 здесь, 11 на 9, 11-13, да, то есть 11-13 вполне вероятно, что и обновит золото максимум, хотя, хотя есть еще пока, скажем, сомнения, да, то есть я, ну, в глобальной очень перспективе можно рассматривать, конечно, вот этот текущий вот уровень, да, от которого первый раз, так, а ну-ка раскройся, который в первый раз пройти не получилось, да, возможно, что во второй раз тоже будет откатся это уровень, поэтому можно попробовать либо продать от этого уровня, ну, контртрендис, что, конечно же, небезопасно, но иногда в некоторых случаях весьма и весьма прибыльно, да, либо, собственно, кто сейчас в сделки не зашел, можно, если добавлять в сделкам, то надо ориентироваться на текущий уровень, если кто-то сейчас будет добавляться в сделкам, это будет уровень фиксации, чтобы на откатах не потерять возможную прибыль, да, который у вас получится, ну, а по преодолению текущего уровня, я думаю, что до 11.50, 11.80 вполне себе реальные величины, и можно будет ожидать, да, дальнейшего движения, можно будет ожидать полтора роста, но пока, пока, собственно, момент немножко упущен, хотя и можно будет, я думаю, что зайти в покупки, единственное, что попозже, есть предположение, что дадут еще раз зайти, да, то есть, вот, так что пока по золоту, скажем, можно его вынести отдельно, весьма потенциальная сделка. Средний срок на бай, ну, Арсений, совершенно верно, то есть, средний срок, я думаю, что покупки превалируют, и есть смысл именно закупиться золотом в средний сроке, вот, ну, а если по интродэю, да, смотреть, то надо здесь уже, что называется, химичить. Так, по доллару-рубль, давайте глянем, что, хотя, если честно, смотреть там особо нечего, 80-68, уже надо месячный график, наверное, включать, чтобы что-то увидеть, да, вот, хотя тоже ничего мы не увидели, и я думаю, что, ну, в ближайшей перспективе никаких, скажем, откатов пока, увы, не просматривается, то, что там золото отскочило, это, ну, нельзя назвать там каким-то разворотом, это просто отскок, возможно, кто-то зафиксировал очень крупный шорт, как у кого-то был, да, либо же у кого-то очень крупный стоп сработал, да, и такое тоже бывает, и вполне себе часто, как оказывается, да, что бывает, что срабатывают очень крупные стопы, и рынок это тоже замечает. Вот, так что по рублю, я думаю, что продолжим, собственно, расти, и вряд ли здесь какие-то возможные моменты, то есть гэп там немножко прикрыли, то есть то, что я там насчет гэпа рассказывал, да, то есть опять же закрывали его не полностью, здесь чуть-чуть прикрыли, здесь, собственно, немножко прикрыли гэп, и на этом все, так что по рублю, я думаю, что не ровен час, да, когда будем мы отдавать 100 долларов за рубль, о, прошу прощения, 100 рублей за доллар, да, такой более реалистичный сценарий. Дальше давайте по нефти глянем, что по нефти, да, то есть 27.80 торгуется, я думаю, что к концу дня вполне себе 27.50, хотя напомню, что сегодня у нас еще 18.30 среда, да, то есть по средам у нас запасы по нефти, так что вполне можно ожидать какого-либо движения, так что к этому времени, да, лучше, если по нефти какие-то сделки есть, то я думаю, что лучше их прикрыть, и в том числе обратить внимание на валюты, на сырьевые валюты, это рубль, это канализ, да, то есть когда вы будете торговать, то есть к этому моменту, потому что, если, собственно, нефть просяет еще больше, то, ну, хотя, в принципе, весь тот же тренд и продолжится, да, то есть каких-либо, скажем, технической стороны предпосылок к развороту пока не видно, то есть нефть пока стоит на данном уровне 27.80, но чтобы с него слезать, не торопиться, да, то есть это уровень, я имею в виду, чтобы развернуться там и отпрыгнуть, как это было чуть-чуть раньше, да, но на текущий момент большой откат, но не более того, так что лучше дождаться выхода новостей, статистики, и после этого уже принимать какие-то решения, принимать какие-то меры, да, то есть что делать и как делать, то есть обратить внимание именно на статистику, которая выйдет в 18.30. Такой, собственно, обзор на сегодня по основным валютным парам, да, то есть как бы вы ни торговали, что бы вы ни торговали, в любом случае хочется посоветовать, чтобы вы не гнались за сверхприбылями, а больше уделяли внимание именно стабильности и постоянству. На этом у меня все, всем хорошего дня, встречаемся завтра с вами в это же время, в 15.00 посмотрим, как отработали наши сегодняшние рекомендации и поищем возможности, чтобы заработать завтра. Также напомню, что сегодня в 18.00 продолжаем работать с базовым курсом, первая часть, и сегодня более подробно коснемся терминала, коснемся сделок и моментов, собственно, торговли. На этом у меня все, всем хорошего дня и до встречи.